Слава Украине! Приветствую от Полонского! Соединенные Штаты передали Израилю 25 самолетов F-35 и 2 или 2500 авиабомб, которые можно переделать в умные авиабомбы. Вы спросите, ну и что? И как? А дело в том, что смотрите, помощь Израилю завязла на том же самом месте, где завязла помощь Украине. Да? В Конгрессе. Потому что это один и тот же законопроект. И благодаря замечательному спикеру Джонсону, благодаря замечательному Трампу и не менее замечательному Байдену, которые вот устроили пляски с бубном вокруг помощи своим союзникам. Не знаю, считают ли они нас, Израиль и Тайвань своими союзниками, но хотелось бы верить. Хотя, хотя. Ладно, бог с ним. Да, пока они там устраивают пляски с бубном, как оказалось, помощь оказать можно было. И знаете, они нашли очень хороший повод. Значит, смотрите, в свое время, это еще 2008 год, откопали. В 2008 году Конгресс, оказывается, утвердил помощь Израилю как раз вот на эти самолеты. Там была формула 50 плюс 25 самолетов и определенное количество авиабомб. Нашли, выкопали. Но они не были поставлены. Да, на тот момент не поставили, а потом Израилю они не сильно-то и нужны были. Израиль тоже, сейчас я объясню, в чем там дело. Не очень-то и стремился их получать так быстро. И в результате вот это все не было поставлено, а сейчас допоставили. Но видите, когда хотят что-то сделать, изыскивают возможность, находят ее и поставляют. Не мытьем, так катанием. Я же говорю, 2008 год сколько лет назад был уже, да? 16 лет назад вспомнили, вот таким вот образом нашли и поставили то, что нужно. Зачем? Это второй вопрос. И это в тему о том, что всегда, если есть желание, то не будут ворнякать про какие-то невозможности. Мы не можем поставить помощь Украине, потому что подлые республиканцы, подлые демократы. Ребята, мы все это видим, да? То есть, когда хотите что-то сделать, вы делаете. А когда вы не хотите ничего делать, ну, вы выдумываете причины, почему вы это делать не хотите. Понятно, да? Вот. Теперь, почему действительно они Израилю не поставляли на тот момент? Были свои причины, но. Интересно, что Израиль также не хотел это все сильно и получать. Почему? Потому что вот эта каждая полученная от штатов помощь, она же ввергает тот же самый Израиль, как и другую любую страну, в зависимость от Соединенных Штатов, в определенную. Этого не делай, этого не делать, потому что мы не дадим. А вот тут не дадим, а вот это мы даем на таких условиях, вы же понимаете, да? Поэтому Израиль, ну как? Вроде бы хотел эти самолеты, но, скажем так, не даете, дай бог с вами. Как они говорили, мы не хотим впадать в излишнюю зависимость, и поэтому, ну, не дали, не дали. А сейчас дали, ну так дали. Дали по своей инициативе. Потому что выборы на носу, и Байден может со свистом там пролететь, с очень большим свистом, кстати. Вот. По тысяче причин. И вот он как-то сейчас пытается развернуть произраильское лобби от Трампа в свою сторону. Ну, посмотрим, насколько, насколько это у него получится. В любом случае, честно и откровенно, Байден выглядит. Ну, как бы, вот, как бы, чтобы не обидеть, и как бы, чтобы... Ну, жалко выглядит, да и все. Со всех точек зрения. Да и Трамп не намного лучше, но... Байден просто жалко выглядит. Вообще, в международной политике это просто... Это жуть. Это жуть. Об него вытирают. Уже об Америку вытирают ноги, кому только не лень. Уже хуситы в тапках, в басолаптях вытирают ноги. Докеруа все называется, да? Красавец. А вы говорите, что я против Трампа, я за Байдена. Да они мне одинаковые. Во-первых, я не могу быть ни за одного, ни за второго, потому что я начкать на того, начкать на этого. Я к Америке никакого отношения не имею. Вот. Говорю, то, что я считаю, как частное лицо. И все. И тот, и другой кандидат абсолютно негодящий, с моей точки зрения. Ну, если американцам нравится, скажем так, то ли маразматичный дедушка, то ли взбесившийся дедушка Бабуин, бешеный, на послу президента. Ну, это дело американцев, ради бога, пожалуйста. Вам они нравятся, избирайте. Это ж такое, да. Да. Так вот, проехали. Видите как? Когда хотят, помогают. А когда не хотят, выдумывают Майка Джонсона. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Продолжение следует...